всем здорова в общем привезли мне шведскую стенку 9 коробок долго и тяжело пришлось все это перетаскивать коробки такие достаточно увесистые в общем теперь придется все это распаковывать и помаленьку как-то собирать распаковал я эту шведскую стенку пока еще не собрал просто детали разложил тут на свои места ну перед тем как собирать надо конечно же посмотреть все ли в наличии нет ли тут никаких косяков может не доложили какую деталь ну я так внимательно посмотрел вроде все даже на месте и судя по одной картинке который у них на сайте это шведская стенка у них картинка есть одна деталь даже по моему лишнее ну когда я посмотрел видео обзор у них этот продажный по этой шведской стенке эта деталь уже у них было а на картинке шведская стенка без нее собрана вот это вот перемычка видите вот это вот я долго думал куда ее надо девать вообще если судить по общему качеству всех деталей то вроде бы все нормально качественно сделано но это основание как вы поняли да это пластмассовые затычки по бокам это сами лесенки девять штук материал этих лесенок достаточно такой приятненький гладкий и такой жесткий вообще тут никакой мякоти нету все очень жестко и при этом так приятно на ощупь сделано но это боковые как их называют крепежи вот основная самая длинная перепялено это уже как бы усиление идет которые рядом будет прикреплено с помощью вот этих вот крепежей так чё еще можно сказать сам турник тоже вроде бы все на месте по отзывам я читал самое сложное с этим турником геморройная это вот напяливать вот эти вот рукоятки они по отзывам как люди пишут очень трудно сюда заходит вообще для этого надо будет каким-то жидким мылом смазывать и сюда кое-как напяливать вот их тут две штуки вот сюда вот две сюда и две сюда очень прихвата здесь есть вот у турника эта инструкция которая по сути не нужно вообще болтики куча болтов это пластмассовые затычки когда уже полностью будет собрана стенка но это сами брусья короче да и тоже рукоядочки под эти вот брусья вот сюда вот напяливаются и болтики отдельно уже под эти брусья идут желтенькие вот эти вот крепления в общем буду теперь помаленьку все это дело собирать не знаю сколько времени на это уйдет но торопиться никуда не буду чтобы все собрать максимально качественно и крепко что все было не люфтило надеюсь будет все нормально в общем все пришло время показать как я выполняю упражнения на этой шведской стенке для начала турник я повешу повыше чтобы мне было поудобнее заниматься я здесь много повторений делать не буду потому что я до этого уже занимался этой шведской стенке уже как бы мышцы немножко подустали поэтому покажу тут пар повторений в начале это подтягивание широким хватом как мы можем наблюдать я тут пару раз подтянулся ну просто показать что шведская стенка выдерживает мой вес 110 килограмм вполне нормально далее идут подтягивания узким хватом тоже все вроде нормально никаких шатаний особых я не наблюдал во время подтягиваний и тут еще предусмотрено подтягивание этим самым параллельным узким хватом тоже можно спину хорошо прокачивать таким вот упражнением ну а далее я тут просто показал как еще можно прокачивать пресс виси на турнике но в это упражнение все и так знаете это я уж просто так показал и еще кстати на этом турнике можно выполнять широкие параллельные подтягивания только вместо мягких ручек там обычное жесткое железо ну теперь давайте покажу как можно удобно тренировать пресс на этом тренажере в общем все как по стандарту до подлокотники рукоятки поднимаем ноги все пресс прокачивается спинка достаточно удобно и так мой под конец покажу теперь как можно отжиматься на этих брусьев ну вообще мне отжимания достаточно тяжело дались и я даже удивился от пола отжиматься намного легче чем от брусьев но чувствуется нагрузка такая серьезненькая уже на брусьях идет грудь намного качестве не прокачивается я думаю что форма должна улучшиться после таких упражнений я решил вам показать смертельный номер в своем исполнении который называется виск вверх ногами на шведской стенке это упражнение кстати очень хорошо растягивает позвоночник и вообще так иногда полезно повисеть вверх ногами очень даже общее состояние улучшается но для этого я использую ремень как вы видите тяжело атлетические для подстраховки уж тип ненароком не грохнуться да не проломить башку себе поэтому вот ремень он немножечко спасает так аккуратненько так опускаемся и вполне получается так неплохо висеть сколько хош виси никто не мешает можно даже пресс качать короче говоря это шведская стенка мне в общем вполне неплохо приглянулась буду теперь на ней стараться регулярно заниматься а уж результат всех этих занятий можно будет оценить ну примерно хотя бы через годик до можно увидеть первые результаты они должны отразиться уже на моей форме так сказать да посмотрим